приветствую на канале друзья с вами белогор проект голубая книга расследование информации об нло кстати говоря хочется начать свое видео тем что был такой сериал основанные на вот этом проекте голубая книга он и так и назывался голубая книга или проект синяя книга после двух сезонов по моему он закрылся сериал мне очень нравился напоминал такое современный аналог какой-то или замена секретным материалом очень жаль что его закрыли людям видимо не интересна такая тематика широкому кругу людей им интересно что-то более другое там тем не менее сериал был хороший основан именно на реальных событиях на вот этой программе которая называлась голубая книга проект был известен тем кто интересуется нло многие сотрудники проекта после десятилетия закрытия этого проекта рассказали очень интересные вещи проект blue book был запущен в сша 50-е годы прошлого века он базировался на сборе изучение анализа сообщений об нло а также преследовал своей целью скажем так дезинформацию или объяснение широким слоям населения фактов посещения нашей планеты представителями других цивилизаций или представителями цивилизаций которая находится на нашей земле но они находятся чуть чуть дальше чем мы живем в этой географической точке в 1970 году проект был закрыт самое интересное что целью этого проекта было объяснение феноменов нло с точки зрения иной то есть каких-то погодных явлений либо еще чего-нибудь население проинформировали что не пришельцев не летательных аппаратов не существуют все эти летательные аппараты это погодное явление или контролируемые запуски космических спутников и аппаратов которые проводятся властями сша участником проекта был подполковник военно-воздушных сил сша ричард френч его задачей являлась сборок сообщений о появлении неопознанных объектов а также выезд на места предполагаемых контактов с этими самыми инопланетянами о том с чем ему приходилось сталкиваться во время работы ричард френч долго молчал позже он признается в том что видел инопланетян собственными глазами а также их корабли бывший участник проекта синяя книга рассказал что в начале 50-х годов из города сент-джонс в канаде пришло сообщение что над побережьем атлантического океана замечены неопознанные тарелки по приказу вышестоящего командования френч был отправлен сент-джонс согласно полученной информации на глазах очевидцев в воду погрузились два неопознанных объект скорость аппарата была очень большая около 150 километров в час когда он прибыл на место пристани собралось очень много любопытных местных жителей и полицейских все пристально смотрели на водную гладь прозрачной воде 6 метрах от берега плавали два объекта дискообразные формы также интересен тот факт что недалеко от них в воде находились два существа с кожей светло-серого цвета и ростом меньше метра на сильно сужающиеся голове виднелись большие раскрытые глаза без зрачков руки у них были непропорционально длинными и заканчивались тремя пальцами позже один из объектов поднялся в воздух и завис на 20 минут над водой после чего находящиеся под водой существа подошли к нло и начали производить какие-то манипуляции а затем вошли внутрь объекта минут через 20 оба объекта медленно взлетели из-под воды и мгновенно ускорились и пропали из виду вернувшись обратно френч написал рапорт в котором указал что видел не неопознанные летающие объекты и их пилотов а иностранное транспортное средство его же задачей было размечать историю про инопланетян именно именно поэтому от населения скрывали правду также еще один сотрудник синей книги капитан роберт саллас рассказал интересную историю которая произошла в 1967 году на одной из военных баз в один день над базой завис огромный светящийся объект который переливался красным цветом имела овальную форму все ракеты находящиеся в боевой готовности были выведены из строя после того как саллас попытался рассказать об инциденте командованию базы они сказали что категорически запрещают с кем-либо делиться такой информации хочется сказать свое мнение по этому поводу дело в том что этот проект не столько развенчивал миф об нло сколько его подкачивал скажем так как ни странно это звучит дело в том что мы уже с вами давно разобрались что на этих летающих тарелках летают в основном существа гуманоидного типа а именно люди на самом деле как ни странно это звучит которые проживают скажем так за краем земли возможно это боги какие-то летают люди боги которых которых мы можем только догадываться да мы о них знаем только из мифов и легенд а то что там какие-то марсиане и инопланетяне с огромными глазами и тремя руками они выдуманы в мире вообще не только этот проект и большая пропаганда такая раскручивают тему нло как ни странно двойной обман такой происходит существует феномен летающих тарелок но его преподносим таким образом чтобы никто не узнал правды на самом деле о природе этих объектов людское мнение как всегда уводит немножко в сторону для того чтобы люди не понимали что это такое какие-то объекты летают постоянно зачем это нло вообще существует на нашей земле представьте что его не было бы никогда люди спокойно себе божили и никогда не знали об этом нло многие объясняют что за нами там постоянный какой-то контроль с других планет идет если бы это были представители иной цивилизации которые жили там на других планетах в миллионах световых лет они бы раз там в сотню лет присылали бы какой-нибудь невидимый зонд до который посмотрел бы что здесь творится на этой земле и улетел и мы бы об этом никогда не узнали вообще никогда но вместо этого нло видят просто ну чуть ли не каждый день на земле а почему так происходит а я вам сейчас расскажу почему так происходит происходит это потому что мы находимся чуть ли не в центре нашей вселенной известной и над нами пролегают очень множество воздушных таких путей нашу вот эту ячейку земли и и постоянно обслуживают за ней постоянно следят и здесь более того проводятся разные грузоперевозки в том числе с нашей ячейки забирают полезные ископаемые и увозят их в другие ячейки если так выразиться над нашей ячейкой над нашими пяти континентами находится еще целая вселенная пролегает множество воздушных маршрутов вот эти нло это не какие-то там пришельцы с других планет это простые транспортные средства этой вселенной которые называются виманы они просто летают на нашей ячейкой по своим делам и все до их могут там заметить или что-то такое да они могут тут что-то наблюдать что-то изучать это производится постоянно если взять всю историю до этого нло феномен то она пронизывает буквально всю историю человечества абсолютно всю известную историю там уже нло даже на древних каких-то 100 метровых глубинах там находят какие-то черепки какие-то глиняные таблички на которых изображено нло почему-то почему так они не прилетают там с каких-то других планет они просто маячит здесь по своим делам это их воздушные маршруты которая пролегает над нашей землей нам же здесь в нашей ячейке у нас здесь изоляция нам объясняют это то что это какие-то там прилетают с других планет надо как-то объяснить это да воздушный поток постоянно этих летающих тарелок поэтому нам и рассказывают такую байку с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мое видео ставьте лайки всем спасибо и пока спасибо за просмотр!